Из гробов, по воскресению Его, то есть после воскресения Его, здесь очень важно заметить, что Он первенец, никто до Него никогда не воскресал в новом теле. Все захоронения святых людей, которые были до Него, никогда Дух Жизни к ним не возвращался, проходили столетия, тысячелетия проходили. И вот что-то произошло в духовном мире, изумительное, что-то потрясающее, сила жизни, сила воскресения сошла в гробницу к Иисусу. Я посчитал сегодня утром, наверное, раз 12 или 15, в Новом Завете употребляется выражение, Бог воскресил Его, Бог воскресил Его. Потому Он, умирая на кресте, говорит, Отец, я в руки Твои отдаю Дух Мой, но Ты не оставишь души Моей в аде, Ты не дашь святому Твоему увидеть тление. Он говорит о материи. Мы не можем говорить о тлении, говоря о нашем духе или о нашей душе. Но Иисус говорит, Ты не дашь святому Твоему увидеть тление. Итак, что здесь интересно? Вышедшие из гробов по воскресенье Его вошли во святой город и явились многим. Я тороплюсь, потому что это очень интересно. Итак, первое, да? Не все мы умрем, но все изменимся. Те, которые умрут, воскреснут прежде. Те, которые останутся в живых, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся. Дальше, это был 51 стих, 53 стих этой же главы. Ибо тленному этому, обведите это слово, или обратите внимание на него серьезно, этому, слово этому. Говоря о тленном, он говорит о нашем физическом теле. Тленному этому надлежит облечься в нетлении. И смертному этому облечься в бессмертии. Значит, Павел, а здесь он эту главу очень серьезно начинает. Эту главу он говорит, что вообще, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы приняли, в котором утвердились, которым спасаетесь, если то, что я преподал, удерживаете так, как я вам благовествовал. То есть, он считает очень важным учить о воскресении из мертвых и объяснять, как это будет происходить, чтобы не произошло искажение в учении касательно воскресения мертвых. Итак, он говорит, что этому тленному, потому что это тленное, потому что в человеческом теле с самого рождения присутствуют гены старения. Тело тленно. Есть апогей развития физического тела, красота тела, потом появляются морщины, тело постоянно усыхает, оно постоянно разрушается, потому что Бог связал нас словами, будет лет жизни вашей 120 лет, а потом еще при большей крепости, там 80 будет, то есть Бог сокращал лета человеческой жизни в теле. И апостол говорит, что этому тленному надлежит одеться в нетлении. Итак, Лука 20 глава, это Христос говорит с фарисеями и с книжниками, они у него спрашивают определенные вопросы, 20 глава, я хочу показать вам на 35 стих, это очень интересное место, 20 глава, 35 стих. Сподобившиеся достигнуть того века, и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Вау! Это изумительно! Христос объясняет, что произойдет со мной, Александром, если я доживу и достигну того нового века. Я вам скажу, этот век не за горами. Что произойдет с людьми, которые доживут до воскресения из мертвых? Они, первое, не смогут умереть уже никогда. Второе, они будут равны ангелам, которые суть духи, и будут суть сыны Божии, называя сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, даже Моисей сказал при горящем кусте, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Моисей действительно так назвал Бога. Хотя Авраама уже давно не было в живых, Исаака и Иакова в живых давно не было. Прошло по меньшей мере 400 лет, как Бог разговаривал с Авраамом, а теперь Моисей приходит и говорит, ты Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Христос говорит, люди, как же вы не понимаете, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Не мог Моисей называть Бога Богом Авраама, который мертв. Бог это Бог только живых. Потому Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, учитель, ты хорошо сказал. Итак, это учение, которое излагал Иисус о воскресении из мертвых. Римлянам 8, 20. Мы сейчас пойдем дальше. Это просто интересные заметки. Римлянам 8, 20. Написано так. «Тварь» – это слово «творение», все творение, все, что движется, покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что даже сама тварь, все творение, освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Есть рабство тлению, и есть какое-то интуитивное чувство, все живое ожидает этого удивительного дня, когда мы все будем освобождены от рабства. Рабство – это когда ты не выбираешь, рабство – это когда ты выдергиваешь седые волосы, рабство – это когда ты теряешь зрение, рабство – это когда выпадают зубы, когда болит все внутри. Это рабство тления, оно неизбежно. Ты раб тления, и все ожидают этого нового дня, когда все живое будет освобождено от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Мы знаем, что вся тварь стинает, мучится до ныне. Не только она. Мы сами, имея в себе начаток духа, мы стинаем в себе. Чего же мы ожидаем? Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вы знаете, что произошло? Искупление души. Человек состоит из духа, души и тела. Процесс воскресения, воскресение, должен пройти через все этапы человеческой личности. Человеческий дух мертв. Бог должен его воскресить. В человеке происходят перемены. Почему он пишет здесь о начатке духа? В человеческий дух приходит сила Божия, и человек изменяется. Внутри он оживает. Как духовная личность, он начинает существовать. То есть он воскресает к жизни. Потом это начало духа перекидывается на его душу. Душа человека, привычки человеческие, опыт накопленный, все вредное, что человек делает в жизни, оно оказывается под влиянием духа Божьего, и человек начинает преображаться. Почему все послания апостолов нацелены, направлены на то, чтобы мы преобразовались обновлением ума нашего, чтобы мы совлеклись, то есть разделись старого, ветхого человека с делами его и облеклись в нового, созданного по Богу. Вот это для этого нам дана жизнь. 70 лет, 50 лет жизни. Встреча с Христом. И вот это реформация нашей личности, совлечения старого человека и облачения в нового. Мы плачем, мы молимся, мы смиряемся, мы чувствуем, как нам сложно побороть наши прихоти, похоти. И потом мы ожидаем последней стадии воскресения нашего тела, искупления нашего тела. И что интересно, та самая сила, которая нас воскресила к новой жизни. Если ты ощущаешь эту силу, если Господь работает над тобой, ты приближаешься ко дню, когда та же самая сила Божия воскресит твое тело. Сейчас мы об этом посмотрим. Итак, величие и слава твоего тела сокрыто в его основном предназначении, то есть являться местом обитания Бога или храмом. Тело прославлено Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok